Владимир Семенович пришел за водкой. Новогодние запасы кончились, а гостей принимать надо. О том, что цены на алкоголь в январе вырастут, знал. Официально причина повышения борьбы с пьянством, но в пользе этой меры уверены не все. Ну это глупость. Вы знаете, опять пошло то, что самогон варенье, оно ни к чему не приведет. Абсолютно. Водка 170 рублей минимум, бренди 250, коньяк 270. Ценники в магазинах пока поменяли не везде. Товар прошлогодних поставок еще не закончился. Кроме того, приказ Росалкоголерегулирования, опубликованный 28 декабря, вступает в силу только 8 января. Пока есть, которые по старому, есть по новому. Большинство череповчан, изменившихся цен на алкоголь, пока не заметили. Новогодняя эйфория, полные холодильники, трезвый образ жизни. Причины разные. Нет, не считаю. Я не заметила, не знаю, я просто смотрю, вижу, что все дорогое. Помимо цен, изменились с нового года и правила продажи спиртного. Запрет на ночную продажу алкогольной продукции распространяется теперь и на любое пиво. 23 часов до 8 часов в любой розничной точке запрещена продажа любой алкогольной продукции. Купить алкоголь крепостью больше 28 градусов можно будет только до 9 вечера. Так называемый слабый, меньше 11 градусов, можно будет только до 11 вечера и после 8 утра. Еще одно изменение касается стационарной продажи. Спиртное до 16,5 градусов можно будет приобрести только там, где есть услуги общественного питания. А коктейли на основе спирта теперь обязаны продавать только в маленьких банках и бутылках объемом не больше 330 мл. Как выполняются правила в магазинах, специалисты будут проверять все новогодние каникулы.